Здравствуйте, друзья! У нас в гостях Макс. Вид у него такой, что он как бы одессит, а на самом деле вы откуда? Ну, с Донбасса. Ну, откуда с Донбасса? С Мариуполя, но вырос в Израиле 7 лет. А, ну то есть вы не сильно помните Мариуполь, Азовское море там? Ну так, немножко. Есть немножко? Но вы посещались 7 лет назад? Да, был пару лет назад. Хорошо, так 7 лет вы в Израиле, а лет вам сколько? 28. Так, подождите, а вы неплохо по-русски говорите, потому что там в Израиле не забудешь. Талантливые люди, талантливые люди есть. У нас просто 30% населения русскоговорящих, но я уже рассказывал это в нашем прошлом видео, 1 мая 2013 года. Скоро два года уже. Подождите. Так вы к нам попали на канал 1 мая 2013 года. Да, да. Прошло почти 2 года. Да. А вы где были все это время? Пару месяцев здесь, на районе, потом переехал, начал работать в Сан-Матео. По тестированию? Да. Начал работать в Сан-Матео, через месяца полтора устроился работать в Сан-Франциско. Постойте, на интершипе-то вы были? Был где-то месяц. Месяц был на интершипе. Потом нашел работу. Потом нашел работу получше. Ну вот смотрите, вот если с точки зрения финансовой, это вам как бы легко сказать сколько денег? Люди спрашивают. Мне не только легко, и я буду рад это сделать, потому что, к сожалению, когда я сюда ехал, никто об этом ничего не говорил. И самый важный вопрос, обычно вопрос о деньгах. Хорошо. Вот интершип был платный? Был платный. Мне платили около 10 долларов в час. Я был очень рад, потому что это хотя бы оплачивало хоть какой-то рент и бензин. Но, смотрите, вы не семейный? Ну, еще нет. Нет. Значит, вы приехали сюда... Сам один. Гринкарту выиграли? Выиграл Гринкарт в лотерее. То есть у вас как бы все карты были на руках, вам только нужно было сесть за стол карточный и разложить свой пассианс. Значит, итак, первый расклад пассианса дал вам 10 долларов в час. Потом вы карты собрали и еще раз разложили. И через полтора месяца на той работе я, по вашей рекомендации, выставил изюме на сайте поиска работы. Я был не особо уверен в себе, я больше хотел как бы поэкспериментировать, тренироваться, пообщаться с теми, кто будет меня интервьюировать, проверить, как вообще процесс ведется. И я очень рад, что я это сделал, потому что буквально на третье интервью меня позвали в офис на интервью, который я успешно прошел, на удивление, хотя я пошел чисто для интереса. То есть я не понял, что такое с третьего интервью вас позвали в офис? Ну, третий рекрутер, который с вами разговаривал по телефону. А, с третьего звонка. С третьего звонка, фактически. Там меня позвали на интервью. Я пошел с большим интересом и очень удивился, что в тот же вечер мне уже предложили 30 долларов в час, чтобы я там работал. Постойте, а образование у вас какое? Экономическое, BA по бизнесу с Израиля. Никакой связи с техническими знаниями не имеет. Английский? Ну, как бы всегда был неплохой английский. Ну, как бы элемент израильской культуры. Да. Хорошо. Я не могу сказать, что он совершенный, но на бытовом уровне всегда был. Хорошо, хорошо. Значит... Всем рекомендую учить английский уже там. Еще там? Да. Еще там. Чтобы уже тут пользоваться. Так точно. Хорошо. Значит, поработали вы на 30 долларов как долго? Ну, через месяц. Я сообщил, что я планирую уходить. Мечко-мечко. Вы сообщили там, где вы на интершипе были? Нет, там я сообщил за два дня. Так. На новом месте, где я работал и получил 30 долларов в час. Во-первых, это было очень приятно и классно. Через месяц работы там я решил, я понял, что я работал через посредника. То есть тоже какая-то контора, которая была рекрутовская. Ну, естественно, да. Через вендор. И мне через месяц пришла такая мысль, что если у меня есть посредник, то будет проще с ним вести переговоры, чем напрямую с хозяином. Так. Я решил проверить, какие у нас рамки. Слишком далеко я не рез. Да. Я решил попробовать добавить себе еще пятерочку долларов в час. Да. И сообщил, что я нашел предложение за 35 долларов в час в другом месте, к сожалению. И мне придется покинуть их. То есть взяли на понт? Да. На следующий день мне перезвонили и сказали, что мне поднимут на ту же сумму. То есть вы на самом деле даже не столько и за денег, сколько просто тестировали, так сказать, environment. Да. И я, кстати, многим рекомендую, если у них есть возможность, проверить рамки. Я лично считаю, что не надо этого делать, потому что много денег у них нет обычно. Даже если они пару баксов вам дадут. То есть я бы для тренировки этого не делал. Если хотите уже реально больше денег, идите на рынок, там все деньги ваши. А с рекрутером обычно много не взять. То есть вы на самом деле воспользовались тем, что он не мог плюнуть вам в рожу, потому что он завязан клиентом. Да. И поэтому, что же ему было делать? Вы просто как бы выжили их. Да. Ну, хорошо. Вот так вот. Так поработал я там год. На 35. На 35 долларов в час. Занимался тестированием black box, мануальным тестированием. Никакой автоматизации, никакого automation, ничего такого сверхъестественного. Но вы научились что-то полезного-то. Конечно. А чему? Ну, я понял. Не automation, не профилактика. Функциональное тестирование. Глаз уже какой-то стал более привыкший находить ошибки. Ну да. То есть скорость повысилась. Производительность. Когда работаешь на самом деле с продукт-менеджерами, с девелоперами, ты уже начинаешь видеть картинку в целом. И, может быть, ты даже не замечаешь, но какие-то навыки появляются. Я тоже вначале думал, что особо такого ничего я не делаю. Но потом, когда готовишься к интервью, уже появляется очень много чего рассказать. Так, а то, что вы сегодня пришли, это вы еще куда-нибудь передвинулись? Конечно. Надо двигаться вперед всегда. Вот он мне коньячку принес. Ну, покажите, вот коньячок. Реми Мартин и маленькую израильскую штучку. А что это? Это сувенир с Иерусалима. А сверху желтенькая это буковка? Я думаю, это золото. Оно золото? Да. И оно приносит счастье. Надеюсь, будет и дальше приносить вам, и вашей школе, и вашим ученикам. Да, бегал по всей Одессе, золота нет, привел Рубиновича, золотой человек. Так. Теперь я пришел отметить то, что, во-первых, я начал новую работу. Немножко с опозданием я пришел, потому что я начал ее уже 3 месяца назад. До Нового года еще. Да, да. Я устроился на новое место. Уже здесь, рядышком, в Санта-Кларе. Так. А было где? Было в Financial District в Сан-Франциско. Прямо в Даунтане, очень красивое место. Так вот не живете уже тут рядышком, да? Вот сейчас я переехал уже в связи с работой. Да. Я жил в Сан-Франциско, и я понял, что человек счастлив, когда работа недалека. От дома? Да. Я пытался ездить где-то месяц, по полтора часа в каждую сторону. Напрягает, и лишней нет. Хорошо. А это что за работа? Это такая же в принципе работа, тот же Black Box, тот же Functional, тот же GUI. Нет, GUI вообще нету. Ну, я фактически тестирую функциональность плеера. Видео плеера, в котором я проверяю, что все работает. Это как Flash какой-нибудь или что это? Flash, HTML5, что работает экран, fullscreen, scrolling. То есть у них свой плеер? У них как бы свой плеер. Вообще компания занимается стримингом видео, очень серьезной рекламой, анализ стриминга. Честно, я еще и сам не знаю, как она занимается. Ручку позолотили относительно прежнего? Ну, конечно. Я как бы попросил, вернее не попросил, а перед тем, как сделать мне предложение, то есть я прошел интервью, и после того, как я прошел интервью, мне начали как бы задавать вопросы, сколько я хочу и что к чему. Стоп, но это контракты или постоянные? Это постоянно fulltime. Да. И здесь... Дайте я угадаю что-нибудь. Вам должны были бы хотя бы 1085 дать. Ну, если посчитать... Как бы... Окей. Дали формально 80 тысяч, плюс бонус, который все вместе выходит в 92. Ну, бонус разовый или бонус... Каждый год. Каждые три месяца выплачивается. Замечательно. Да, очень приятно. Ты смотри, то есть я как бы оказался недалек от истины. Да. 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 Абсолютно. Ну, хорошо. Вы такой радостный. Вас радует именно финансовая часть? Или вас радует, что вы как бы освоились и можете двигаться дальше? Или вот... Чего вы улыбаетесь? Мне все нравится. Так. Во-первых, я очень рад, что когда я пришел, планировал прийти в вашу школу, я смотрел видео на вашем канале. И как бы, ну, все звучит очень хорошо, все сладко, все прекрасно. Да. Ну, я как бы так подозрительно смотрел на то, что вот если через год ты не получаешь 85 тысяч, то что-то не так. Да. Я говорил 75. Может быть, да. Может быть. В любом случае, я очень рад, что я не ошибся и что это на самом деле так. Причем это не только моя история, а практически все ребята, с которыми я поддерживаю связь, которые со мной учились в школе, все получают или в районе таких зарплат, или даже выше. А вот вам не хотелось что-нибудь освоить более сложное? Это хороший вопрос. А вот уже автоматизацию, потому что, ну, сколько можно вручном-то быть? Ну, периодически ко мне этот вопрос приходит. Я, конечно, думаю, что стоит это подучить. Я не уверен, что захочу этим заниматься. Но подучить это я хочу и попробовать тоже хочу. Вы когда смотрели это, вы в Израиле были еще, да? Да. Это было неделю до поездки сюда. Но у вас не было такого ощущения, что эти евреи там что-то они мудрят? Конечно. Думаю, а где же кидало уже? Конечно. Так, хочется знать где и на сколько. Да, я очень рад, что сюда попал. Потому что, если бы я сюда не попал, я понятия не имею, куда бы я попал. Да. Ну, что же, значит, неплохо. У нас, я хочу сказать, вот такое место интересное. К нам вот арабы идут. Видели, у нас туда место из Марокко есть, и из Иордании есть, и там. Вот тоже, понимаешь, вроде бы знают, но идут. Вот. А мы их очень любим, они хорошие, у нас очень хорошие. Да, так что новое место очень-очень нравится. Вообще офис обалденный такой. У вас нет ощущения, что Кремниевая долина все-таки дорогое очень место для жизни? Вот как с этим быть? Я считаю, что тот, кто ищет, тот найдет. Потому что, если хорошо поискать, всегда можно что-то найти. Лично я снимаю комнату за 550 долларов. В доме? В доме двухэтажном, с большим бэк-ярдом. Мы все живем очень дружно. С кем? С кем? Моими друзьями. То есть, друзья снимают дом, а вы у них комнату? Ну вот, мы все вместе снимаем дом. А! Это очень принято. Знаете, я замечал это в Бёркли, особенно когда студенты учатся где-то в одной группе. Они вот так берут дом на 5-6 человек. Так у нас получилось очень уютно и очень комфортно. А в каком городе дом? В Санта-Клаве. Прямо 5 минут работы. Ну что же, хорошо. Да, хорошо. То есть, по чем весь дом идет? Ну, я думаю, в районе 3-х тысяч. И это очень нам повезло, потому что такой дом стоит дороже гораздо. В принципе, если на местности и тебе туфли не жмут, то можно найти хороший дел. Просто, когда ты приехал, с самолета сошел и тебе надо за два дня что-то, тогда сложно. Ну, если, конечно, жилье ищет семья и тому подобное, да, цены немножко такие интересные. Я просто выбрал этот вариант, потому что я не мог от него отказаться, когда мне предложили, во-первых. А во-вторых, мне надо было срочно переезжать, и это был самый оптимальный вариант. Может быть, в будущем я и перееду жить сам, но в данный момент как бы очень было выгодно. Ну, что, если там девушки вот вас смотрят из Мелиутополя, может быть... Мелиутополь. Не Мелиутополь, как вы сказали. Мариуполь. Мариуполь, я извиняюсь, я все время меня все путаю. Да, так что приезжайте из зоны конфликта. Да, подождите, я не о том. Вы лично приглашаете девушек из Мариуполя? Я думаю, надо подождать 3 года до гражданства. Так. Потому что по-другому будут проблемы с документами. Ну, это правда. Ну, то есть, ну, как бы девчонки могут рассчитывать там. Вы интересуетесь. Через пару лет, да. Так. То есть, мы даже в Израиль ехать не надо. Прямо сразу раз и в Америку. Да, сразу. Не надо еще один язык учить. Да. И два паспорта. Три украинские еще. А у вас есть украинский паспорт. Потому что двойное гражданство запрещено, а тройное разрешено. Понял. Я вот тоже, я думаю, если у меня жена из Киева, я, наверное, могу пойти получить украинский паспорт. У меня родители из Украины. Ну да. Потом я думаю, а зачем он мне нужен? Вот. И думаю, обойдусь. Нам, как бы, много паспортов не надо. Ну что же. Я вот думаю, какой у вас этот месседж, так называемый? То есть, ружья кирпичом не чистят. Что вы хотите сказать? Несколько месседжей. Давайте. Во-первых, английский учите там, где вы сейчас. Так. Чтобы приехать сюда уже с навыками языка, потому что здесь будет нервотрепка и просто на это не будет особо времени. То есть, вы видели людей, которые пострадали на этой почве, да? Или что? Которые потратили много времени зря на этой почве. Хорошо. Потому что здесь гораздо дороже и жить. Особенно, когда ты не работаешь. Да. Так что, стоит учиться сейчас. И наш процесс, если про нас говорить, например, у нас очень быстро всё. Ты не выучишь тут язык, пока у нас учишься. Это невозможно. Да. Во-вторых, приезжайте. Если есть такая возможность, то обязательно приезжайте. Никто здесь никого не обманывает. В смысле про школу или про страну в целом? Я говорю, если вас интересует тестирование, всё очень классно. Особенно, если есть желание и стремление. Потому что здесь очень важна в этой сфере энергетика. То есть, чем больше у тебя блеска в глазах, чем больше ты готов менять кампании, чем больше ты готов ходить на интервью, тем и растут твои шансы на успех. Я думаю, знаете что, насчёт обманывания, я думаю, человек, который создан для этого, он обязательно найдёт, где его обманут. То есть, это не вопрос того, что в целом не обманывают, а вопрос того, что человек себе найдёт, если это ему важно, попасть именно в такое место он его находит. Я вижу очень много людей, которые говорят, что их кинули. И потом, когда начинают выяснять обстоятельства, выясняется, что он создал всё, чтобы это произошло. То есть, он полностью исключил себя из адекватного хода событий. И, ну скажем, если вещь стоит 100 долларов, и ему максимум, что ему скидывают, говорят, 85. И вдруг приходит кто-то и говорит 28. И вместо того, чтобы отойти, он говорит, вот есть же приличные люди. И вот тут уже дальше начинается. Поэтому. И хочу ещё сказать, что никто за ручку вас водить никуда не будет. Очень важно здесь быть энергичным, стремиться самому найти работу, а не ждать чего-то. Потому что очень многие ждут, чтобы это кто-то устроил. Вот, например, если бы я сидел на том интершипе, я мог там сидеть ещё 4 месяца. Потом бы мог попасть на какую-то минимальную зарплату и сидеть там ещё 5 лет. Просто есть люди, которые немножко боятся стабильности, боятся чего-то нового, попробовать, боятся попросить больше. Боятся того, с чем раньше не сталкивались. Вот эта зона комфорта, понимаешь, самая правильная вещь, самая комфортная, казалось бы, и так далее, будет некомфортной, если это первый раз ты это делаешь. Для многих людей. Поэтому вот это самое большое препятствие, которое я у нас вижу с ребятами. Вот они идут, и у них, знаешь, тайная надежда оставит меня на интершипе. Он готов за 10 долларов. Но если бы только его оставили. Где-то внутри тоже сидело такое желание. Гнать надо. Да, надо его гнать. И если бы я на интервью, на следующую работу не попросил 30 долларов, мне бы их никто не дал. Я бы мог сказать 20 долларов, потому что боялся, что кто платит такие бешеные деньги. Ну, по моим понятиям тогда. И я хочу сказать, что если бы я не просил 30, 35... Постойте, но у вас есть я, который говорит, что вы должны получать между 25 и 35, и как бы это ваша билка и так далее. Да, но некоторые говорят, что я готов на 25 до 35. Конечно, им дадут 25. Так что стоит даже немножко стараться идти по планке максимум. Я могу вам сказать, что 35 долларов это совсем не крышка, то есть не потолок. Не потолок. Я бы сказал так. Вот слушайте, что вам говорят и делайте. Потому что я вижу много народу, которые вообще с луны свалились, и у них свои мысли, и они знают как. Понимаешь, вот тут уже проблема серьёзная. Да, это серьёзная проблема. Ладно. Давайте мы Макса отпустим. Он у нас, можно сказать, с двухгодичным перерывом. Два года мы ждали этой бутылки. Меньше. Хотя я не пью, конечно. Но неважно. Это как бы такой подарок. Плюс это еврейская штучка. По-моему, это буковка какая-то сверху золотая. Мы сейчас всё проанализируем. Да. Ну, в общем, ребята, всем успехов. Знаешь, мне всё время говорят, что мы студентов. Выпускников не показываем. Что мы показываем тех, кто приехал, и не показываем тех, кто где-то они работают. Но они же заняты. И где же вот взять? Вот хорошо, человек взял и пришёл. Да. Я отпросился причём так, чтобы ещё на полчаса раньше Ой-ой-ой. Ну хорошо. Макс, спасибо вам, что вы так с ребятами поделились. И зайди золот. Всё хорошо. Удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова